Приветствую вас! Стация может развиваться как параллельно, так и очередно. Но я склонюсь и склонюсь думать, что вопрос чувств, вопрос таких достаточно серьезных чувств, как любовь к партнеру, должен решаться, так сказать, на чистом фоне, то есть без, к примеру, ну, грубо говоря, без примесей, каких-то вот, ну, других примесей, да. Вот. То есть, если, грубо говоря, у вас есть, допустим, депрессия сейчас, у вас есть дереализация, деперсонализация, как вы говорите, вот, то, конечно же, это не может не влиять на вас, конечно же, это не может не влиять на то, как вы себя чувствуете. конечно, это не может мне влиять на ваше самочувствие, на ваше состояние, на ваше чувство тоже, вот. Поэтому важно не то, сейчас по настоящее или нет утрата ваших чувств, на мой взгляд, важно другое, важно то, что этот вопрос решать объективно, адекватно, вот пока у вас есть проблемы, ну вот ваши проблемы, да, вот объективно этот вопрос вам решить не получится. Сейчас, по крайней мере. Потому что вас будет постоянно, вот знаете, ну сбивать, вас будет постоянно сбивать что-то, что-то, вас будет постоянно мешать вам будет что-то постоянно. Вот. И в этом смысле ничего хорошего не будет в том, что вы примите сейчас какие-то судьбоносные решения. Я думаю, что молодому человеку нужно донести, что вы пока болеете и, в общем-то, что вам пока вот просто тяжело и что вы пока, там, допустим, грубо говоря, ну, не справляетесь с этой вот, с этой ситуацией, в которой вы оказались, вот. Чтобы молодой человек не беспокоился и не тратил свои результаты, потому что ваши оплаты, возможно, связаны с тем, что вы чувствуете его ожидания какие-то от себя, а, в общем-то, вы понимаете, что, ну, что ничьи ожидания вы оправдывать, в общем, не готовы, вот. И это, надо сказать, нормально. Это абсолютно нормально, что вы не готовы оправдывать их ожидания. Вы сейчас не в том, находитесь в состоянии, не в том, не в том состоянии вы сейчас находитесь, чтобы это делать, вот. Но, но, с другой стороны, с другой стороны, важно, чтобы вы прикладывали какие-то силы для решения своей проблемы. То есть, изначально дереализация и то же самое деперсонализация, как вы говорите, всё это произошло на фоне чего-то, на фоне каких-то других вещей, на фоне каких-то других моментов, каких-то других трудностей и проблем. И, вероятно, вероятно, что на эту тему вам тоже следует подумать и поразмыслить, вот. И приложить все свои силы, например, например, для того, чтобы этот вопрос решить, разрешить в том числе и для себя. И, когда и если вы это сделаете, то вполне вероятно, что ситуация сможет нормализоваться, ситуация будет лучше. Ну, а сейчас, 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 ну, пока что, ну, это не самый лучший, не самый классный расклад, который у вас вообще может быть, для того, чтобы принимать такие решения. То есть, возможно, вам нужна помощь в том, чтобы освободиться от этого состояния деперсонализации и дереализации, но это уже нужно с лечащим врачом взаимодействовать и, собственно, как-то координировать свои действия. Вот. Возможно, возможно, так. Ну, а возможно, соответственно, есть еще какие-то аспекты, о которых мы, например, не знаем, просто, просто вот в силу того, что вы нам об этом ничего не говорите. Вот. Я думаю, так. Я думаю, так. Можно ответить вам на вопрос. Который вы задаете. Я думаю, так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. То есть, понятно, что сейчас вы будете во всем сомневаться. Это нормально. Это абсолютно нормально, что вы будете во всем сомневаться, потому что вы не уверены в себе. Весь ваш мир окружающий, он рушится. И это нормально, что вы сомневаетесь в себе. Это нормально, что вы не знаете, что вы чувствуете к человеку, который, ну, еще вот когда-то был для нас любимым или там родным и так далее. Не вызывает, на самом деле, каких-то вот плюсов и тот факт, что он ведет себя очень угодливо. Вот. То есть, это, к сожалению, не добавляет каких-то вот особых плюсов ему. Вот. Это не добавляет каких-то, знаете, ну, каких-то таких достоинств ему. Ага. Вполне возможно, что вызывает у вас ощущение такой еще большей, может быть, ну, я не знаю, как это правильно сказать, может быть, еще большей, там, гордливости, например, еще большей, там, еще большего неуважения. Потому что вы понимаете, что человек, по сути, просто, ну, боится вас потерять, как бы. И это тоже оказывает влияние воздействия на вас. Вот. Так что, я думаю, что человеку, человека нужно ввести в курс дела. Самое ощущение, что он вообще не понимает, что с вами происходит. Вот. Человеку нужно ввести в курс дела. И дальше уже, исходя из вот того, что вы ввели его в курс дела, уже, чтобы он понимал, на что ему стоит рассчитывать, что происходит вообще, и как, соответственно, дальше делать. Вот. Как, соответственно, дальше поступать и как себя вести. Вот это, мне кажется, было бы идеально для вас. И думать о себе. Не о нем, а о себе. Потому что у вас свои проблемы, тут еще проблемы молодого человека, получается, пытается решить, что все, конечно, очень деморализует вас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.